Привет всем, это Костя Лисицын и Бюро Stories. Сегодня я вам расскажу о одном из приемов, как добавить интригу, очень важный момент, в ваше выступление. Он называется «Знаете ли вы?». Давайте продемонстрирую, как это работает. Известно ли вам, что в вашем мозге есть две области, которые отвечают, одна за рациональную информацию, другая за эмоциональную информацию? А известно ли вам тот факт, что все решения, которые мы принимаем, и вы, и я, мы принимаем эмоциональной частью мозга? А известно ли вам, что все цифры, все факты, все экспертные мнения, которые мы выкладываем на наших сайтах и говорим при личном общении, это все рациональная информация, которая не действует на эмоциональную часть мозга? Представьте, что существует некий пульт, нажав на который, вы можете перевести человека в эмоциональное восприятие информации. Представьте, что вам начинают верить, хотя бы вы не сказали ни одной цифры, ни одного факта о вашем продукте, либо услуге. Представьте, что вы продаете, не продавая. Не нужно это представлять. Такой пульт уже существует, и он называется «Сторитейлинг». Такие компании, как Nike, NASA, Procter & Gamble, Coca-Cola уже используют «Истории» в продвижении своих продуктов и услуг. За это открытие о принципах принятия решений Дэниел Каннеман, поведенческий психолог, получил Нобелевскую премию по экономике. И все ваши режиссеры, клипмейкеры, сценаристы, писатели и блогеры, все они рассказывают «Истории». А также бизнес-сообщества, такие как «Бизнес-молодость» и «Лайк-центр» всем своим миллионам предпринимателей рекомендуют сделать пост, закрепленный с историей о себе и о компании, а также запускать свой продукт и свои услуги через истории. Давайте я вам расскажу, а как истории могут помочь в продвижении ваших продуктов и услуг. Именно так и работает этот инструмент, который называется «А знаете ли вы?». Основная миссия этого приема – это за первую минуту, максимум две, заинтриговать слушателей для того, чтобы им хотелось дослушать. Многие из вас могут сказать «Но ведь ты называл факты, не рассказывал истории». Действительно это так. «Ты втираешь мне какую-то дичь». Стори-теллинг состоит из огромного количества инструментов. И такие инструменты, как интригующее начало и такой прием, как неожиданный поворот – это тоже одни из приемов стори-теллинга, которые влияют на эмоциональную часть нашего мозга. В этом приеме было интригующее начало и был неожиданный поворот, который заставляет нас дослушать до конца. Так вот, давайте я расскажу подробнее, разберем по косточкам, как этот инструмент работает и из чего он состоит. Первое – это вы называете три вопроса «А знаете ли вы?». Можно перефразировать «А известно ли вам?», «А ты в курсе, что?». В зависимости от того, с кем вы разговариваете и в какой обстановке это происходит. Очень важный момент, что эти вопросы не должны быть банальными. «А знаете ли вы, что листья зеленые?» или «Знаете ли вы, что небо голубое?» в эмоциональном восприятии. То есть вы не тратите никаких сил, никаких эмоций, а просто это делаете «бамс» легко. Потом идет неожиданный поворот. «Вот это поворот!» Вы говорите «не нужно представлять, такое уже существует» и называете ваш продукт, вашу услугу. И в конце необходимо подкрепить информацию об этом пульте, назвав также три факта, которые поддерживают ваше утверждение. То есть я назвал, что это Нобелевская премия за открытие, я назвал компании крупные, которые используют мнение лидеров, бизнес-сообщества, писатели, фильмы. То есть такие вещи, которые очень сложно оспорить. Действительно, ведь все режиссеры, писатели, сценаристы и клипмейкеры, они используют истории. Это только кажется невероятно. Это факт, который неоспорим. Поэтому должны быть три вещи, подтверждающие ваше утверждение. Вот он прием, он очень простой. Пробуйте, пишите в комментариях ваши варианты. Очень хочется узнать, чем вы занимаетесь. И хочется, чтобы вы потренировались. Потому что, по себе знаю, если ты не практикуешься, то смысла во всех этих инструментах нет. Именно поэтому я создал клуб ораторов Тэтчер. Он уже существует три года. Потому что все эти инструменты, все эти книги, которые я прочитал, они бесполезны, без практики. Ладно, и так зайдем. Поэтому, друзья, пишите в комментарии ваши варианты. Делайте самопрезентацию. Возможно, вы прямо здесь найдете себе партнера, клиента, инвестора. А также ставьте лайки, если это было полезно. Подписывайтесь на нашу рассылку, потому что этих видео будет все больше. А также будут выходить различные статьи. Кому удобно смотреть видео, кому-то удобнее читать. С вами был Костя Лисицын. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok